Всем привет! С вами компания 3DIY, меня зовут Валерий, и сегодня у нас обзор актуальных на данный момент камер засветки и моек для фотополимерной 3D-печати. Ну а перед началом поддержите нас лайком, чтобы мы продолжали развивать качество нашего контента. Ваша обратная связь — лучшая мотивация. Ну а если у вас уже накопился богатый опыт взаимодействия с мойками и камерами засветки, то будем рады, если вы поделитесь им в комментариях под этим видео. Для чего нужны эти устройства? Они помогают 3D-моделям, напечатанным из фотополимерной смолы, избавиться от излишков этой смолы, ну и обрести окончательную прочность. Непосредственно после процесса фотополимерной 3D-печати материал в получившемся отпечатке еще не имеет свои конечные механические характеристики. К тому же, если модель имеет пустоты, внутри в них наверняка есть остатки жидкой неполимеризовавшейся смолы, которую просто необходимо удалить. Если их не удалить, то со временем они либо вытекут и испачкают окружающие поверхности, либо затвердеют внутри отпечатка и при этом вполне вероятно вызовут его деформацию. Например, модель может просто взять и треснуть ни с того ни с сего. Ну а если не убрать излишки смолы с внешней поверхности отпечатка, то через какое-то время они могут застыть и слиться с моделью, испортив ее внешний вид. Да и вообще, сама модель сразу после фотополимерной 3D-печати всегда вся липкая, и ей неудобно будет пользоваться и неприятно будет держать в руках. В общем, всю лишнюю смолу необходимо убрать, причем перед окончательной засветкой модели в ультрафиолете. Оставшуюся затвердевшую смолу, из которой сформировалась 3D-модель, необходимо дополнительно засветить все этим же ультрафиолетом, дабы процесс фотополимеризации был завершен окончательно и модель обрела свою полную прочность. Вот для комфортного проведения этих процессов и нужны данные устройства. Они устроены весьма просто. Здесь нет сложной электроники и десятков настроек, как в слайсерах, и тому подобных вещей. Соответственно, видео обещает быть простым и коротким. А все перечисленные далее модели устройств вы можете найти в нашем интернет-магазине. Ссылка в описании. На сайте есть и много других товаров, необходимых и полезных для 3D-печати. Заглядывайте и выбирайте то, что вам нужно. Для новых клиентов у нас есть промокод YouTube, дающий скидку в 10% на первый заказ комплектующих и расходных материалов для 3D-печати в нашем интернет-магазине. Итак, перейдем к первому устройству в сегодняшнем обзоре. Это Anycubic Wash & Cure 3+. Представитель уже третьего поколения мой АКТ не кубик. В сравнении с предыдущими линейками здесь заметно обновили дизайн и добавили закругленных граней. Выглядит весьма приятно. Еще сходу можно заметить, что акриловый колпак стал толще и, вероятно, теперь он менее хрупок. Пластик корпуса тактильно приятный. Максимальная потребляемая мощность этого устройства составляет всего лишь 36 Вт. Область для засветки представляет собой цилиндр диаметром в 220 мм и высотой в 260 мм. Такие размеры закроют потребности в засветке для большинства настольных LCD-3D принтеров. Для равномерности засветки снизу камеры необходимо расположить круглый столик, который соединится с механизмом вращения. И, кстати, столика в комплекте сразу два, и они соединяются металлическими шестигранниками в двухъярусную конструкцию. Это позволит расположить для одновременной засветки сразу двойную партию мелких отпечатков. Интересной фишкой системы засветки от AnyCubic является вот такой USB-фонарик. Разумеется, ультрафиолетовый. На борту мойки есть порт USB, который предназначен для его питания. Мы проверили. От других USB-портов, к сожалению, данный фонарик не работает. Кабель от USB до самого диода является гибким и сохраняет заданную форму. Таким образом, помимо башни с 14 диодами, для общей засветки у вас будет возможность точечно направить один диод на отпечатки под нужным углом и высотой. Решение полезное и может пригодиться для засветки объектов со сложными формами. Таймер на время работы засветки можно установить в диапазоне от минуты до получаса. Все управление происходит через сенсорный дисплей на фронтальной стороне. Для промывки напечатанных моделей в комплекте идет вот такая прозрачная полипропиленовая емкость. Ее габариты сейчас на экране. Чтобы заполнить емкость целиком, понадобится 12 литров изопропилового спирта или воды. На дне этой емкости имеется специальная спиралевидная деталь, напоминающая крыльчатку. При установке емкости в ее рабочее место, эта деталь попадает в зону действия магнитов, которые при включении промывки моделей приводят ее в движение. Вращаясь, она создает вихрь жидкости, которым и промываются отпечатки от излишков смолы. Вот как это выглядит. Звук от работы, кстати, довольно тихий, не резкий. В общем-то все. Устройство простое и приятное. Шума не создает. Минималистичный дизайн. Эффективно использовано практически все пространство рабочей камеры, что дает возможность засвечивать довольно крупные по меркам фотополимерные 3D-печати объекты. И это при довольно малых размерах самого устройства. На борту имеется уникальный фонарик с гусиной шеей. Вроде мелочь, а наверняка принесет пользу на практике. Друзья, самое время вспомнить про наш телеграм-канал. Теперь там помимо интересных новостей из сферы аддитивных технологий и мемов на тему 3D-печати, там активизировался и чат. Если вас беспокоит какой-то насущный вопрос, связанный с вашим 3D-принтером, или же с технической реализацией какого-то проекта при помощи 3D-печати, то заходите туда. Вполне вероятно, что вам помогут там разобраться в вопросе и найти решение. Следующая модель. Anycubic Washington Cure 3 без приставки Plus. В общем-то, более миниатюрная версия устройства, которое мы только что смотрели. На нем зона засветки уже диаметром всего 160 мм и 180 мм в высоту. Двухъярусности ни при засветке, ни при промывке уже не предусмотрено. Прекрасный гибкий фонарь в уменьшенном варианте здесь тоже имеется, что безусловно хорошо. Емкость для промывки здесь уже всего на 4 литра. При использовании корзины, габариты в которой необходимо уместить деталь, составляют 165 на 100 на 180 мм. Пожалуй, это оптимальные размеры для совместной работы с малыми моделями настольных фотополимерников. Эта малютка имеет высоту всего лишь в 31 см, а ширина и глубина составляют чуть меньше 22 см. Движемся дальше. Здесь у нас комплект Elegoo Mercury XS. Это уже два устройства, а не одно устройство два в одном. Здесь две отдельные базы. Одна под промывку, другая под засветку. И сразу отмечу, что это и неплохо, и нехорошо. Это скорее комплект под потоковую обработку фотополимерных отпечатков. Да, он занимает в два раза больше места, но при этом дает возможность одновременно промывать одну партию деталей и засвечивать другую. Наверняка под фотополимерную печать на потоке, на нескольких фотополимерных 3D принтерах, этот комплект подойдет даже лучше, чем устройство два в одном, с которыми мы ознакомились ранее. Но перед тем, как делать окончательный вывод, давайте рассмотрим эти устройства поближе. Кстати, производитель положил защитные очки в комплект поставки. Начнем со станции засветки. Здесь сразу две башни со светодиодами. Да, пластик корпуса тут использован подешевле, чем у Anycubic, но диодов тут заметно больше. По 14 диодов на каждой башне и еще 4 диода прямо под столиком. А это весьма интересное функциональное решение. Здесь нет регулируемых диодов, как тот же фонарь у Anycubic, но свечение и без него захватят модель с большего количества направлений, и это наверняка положительно скажется на результате. И, кстати, тут есть фонарик в комплекте, но на обычном гибком проводе. Его имеет смысл использовать только при точной засветке труднодоступных мест отпечатков. И засвечивать вам такие места придется уже вручную. Очевидно, как раз для этого процесса вам и могут понадобиться защитные очки. По поводу качества используемых материалов. Оно здесь действительно ниже, чем у Anycubic. Элигу подошли с хорошим вниманием к деталям процесса засветки, с технической стороны этого вопроса. Но приятных тактильных ощущений или эстетичного дизайна здесь вы не увидите. Кстати, для питания обоих устройств используется один сдвоенный кабель питания. Управляются камеры засветки и камеры промывки большим энкодером с дисплеем внутри. Просто устанавливаете таймер, нажимаете на середину дисплея и процесс запущен. Переходим к мойке. Объем жидкости для ее полного заполнения составляет 7 литров. А габариты, в которые можно уместить промываемую модель, сейчас указаны на экране. Корзина здесь металлическая, в отличие от Anycubic. Звук ее работы можете оценить прямо сейчас. Ну, в общем-то все. Это функциональный комплект для обработки отпечатков средних и малых размеров, без особых изысков. Не вызывает вау-эффекта, но точно выполнит все задачи, для которых предназначается. Кстати, цена на этот набор не особо отличается от Washington Cure 3+. Только вот здесь вы получите два независимых устройства, а не одно универсальное. В общем, выбор за вами. А ссылка на магазин все еще находится в описании к ролику, как и промокод. Ну и завершает наш сегодняшний обзор Elegoo Mercury Plus 2.0. Устройство два в одном. Корпус на этот раз закрывает листовой металл по бокам, и это выглядит поинтереснее пластика. Это конкурент или альтернатива Washington Cure 3 от Anycubic. Область засветки здесь цилиндр диаметром 140 мм и высотой в 165. Чуть поменьше, чем у версии от Anycubic. Дополнительных источников засветки на борту не имеется. Есть довольно спорный момент. Диоды в башне почему-то не закрыты никаким прозрачным материалом. Скорее всего, это не вызовет проблем при работе, но теоретически туда могут случайно попасть капли смолы. И не заметив этого, вы можете случайно засветить их прямо на диодах. Как бы не хотелось бы. Управление всеми функциями устройства происходит через сенсорные кнопки и вот этот маленький дисплейчик. На заполнение емкости для промывки полностью уйдет чуть больше 3,5 литров жидкости. Максимальный объем, в который нужно уместить отпечатки для промывки, вы сейчас видите на экране. Чуть поуже, чем у Anycubic, но в то же время больше по высоте. А теперь оценим звук работы данного устройства при промывке. Что же в итоге? Как видите, все эти устройства просто выполняют одни и те же необходимые в процессе фотополимерной печати функции. Я не могу здесь выделить некое наилучшее или максимально универсальное решение, так как его здесь попросту не может быть. Да, дизайн и реализация корпусов от Anycubic, несомненно, более приятная. Да и фонарь на гибкой ножке является прекрасным решением. Но и двойной комплект от Elegoo с функциональной точки зрения может быть более интересен пользователям, которые непрерывно достают отпечатки из своей фермы фотополимерных 3D принтеров. Так что выбирайте оборудование под ваши потребности. А мы будем рады, если вы выберете для этого наш интернет-магазин. Ну а у нас на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И увидимся в следующих видео. Пока!